плюс что они очень дешевые они стоят меньше чем 4 рублях это очень классно первый раз я это вижу в россии загадка для меня я не понимаю что это и по-моему с ними голосуют горит не горит щипит не щипит поет не поет очень странная вещь которую я нашел в россии я в восторге правда hola amigos добро пожаловать в KIKI mexicanets и сегодня у нас очень интересное видео я был в супермаркете и я вам покажу какие товары мне больше всего удивили понятно вы употребляете товары каждый день или очень часто они которые даже в мексике у нас нет или вообще очень редко использую поэтому скажите пожалуйста в комментариях какой был самый интересный для вас или необычный ну и конечно первая штука который у нас нет мексики это такие тетрадки они очень прикольные только 12 листов я удивился когда их видео я думал зачем нужно это купить когда они супер очень быстро заканчивается потом конечно не объяснили что когда преподаватель просто домашнее задание очень удобно таскать если будет они такие тонкие поэтому это принципе очень классно на очень хорошая идея пишите в комментариях если вы тоже такие пользовались и кстати большой плюс что они очень дешевые они стоят меньше чем 4 рублях поэтому супер а другая классная штука который я заметил что есть россии вот это приставки для книг у нас в мексике нет и очень удобно что дети могут просто так когда нужно переписать книги это очень классно и правда ребята у нас первый раз я это вижу в россии я думаю они очень удобны и очень стоит покупать и ребята одна загадка для меня я не понимаю что это я знаю что дети воскнут на уроках и по моему с ними голосуют но я не понимаю почему такой в мексике нет такого поэтому я не знаю наверное предлагаю что преподаватель говорит как пишется вода через б или через б не знаю или скажите просто как это вы пользуетесь или вы носили это очень классно но правда я не знаю для чего это и тем более они все как-то сокреплены поэтому не знаю как можно с этой играть я такого не видел с латинским алфавитом но я думаю это классно я знаю что дети используют в школе то вы знаете такой интересный мысл и если они с детства научат детям голосовать либо что как вы голосуете буква г или буква они разные буква г или буква д и вы знаете другой товар это чайник конечно вы наверное не поверите но в мексике обычно люди подогреют воду в микроволновке я знаю что мне кажется может быть нет русское и совретение но в россии это первый раз что я видел что так постоянно используют а в мексике либо на плиту греют воду обычно или в микроволновке а в этом удобно потому что я заметил что если вы хотите готовить пасту вначале поставите вода кипеть и потом на плите это получится гораздо быстрее так что вы молодцы к сожалению такое для до нас еще не дошло поэтому не так часто можно найти чайники скорее всего есть но не не популярны в мексике и смотрите какой огромный выбор то есть не только то что один чайник есть чайный металлический просрачный пластиковый стеклянный горит не горит щипит не щипит поет не поет поэтому этот потрясающе тоже очень интересный товар конечно для вам сразу видно что это сушилки но в принципе как у нас не такие плохие состояния с погодой я тоже первый раз это видел это в россии конечно это очень удобно когда промокают обуви и так можно очень быстро посушить и конечно другая очень странная вещь который я нашел в россии я помню когда переехал другую квартиру был в полную в этой ты баночках вы знаете у нас мексике это мы употребляем для лабораторий когда там есть лягурушка в уксусе то есть такое немного страшно поэтому мне вот такое странное ощущение как будто это для диссекции животных то есть в мексике у нас не очень хорошие вспоминания когда из этой баночки но здесь они очень важно для варенья или сосолки сделать примерно ну вот так с огурцами должно быть и смотрите какой широкий выбор у вас то и даже крышка отдельно продается в любой размер я вам говорю это нас какой-то очень странное ощущение а вы знаете почему для нас это странно потому что у нас обычно все фрукты и овощи они свежие поэтому у нас не такая нужда что мы потом поставим под солью или уксусом поэтому но в россии очень пригодятся этой баночки я знаю что они могут чистят и все и конечно это даже я не знаю как называется пельменица алюмиен пельменица понятно у нас mexico не пельмени поэтому такие вещи до нас не дошли и кстати это очень жало потому что примени очень удобно очень вкусно особенно для студентов или когда мало времени ну и понятно я думаю что даже если были в мексике никто не понял как можно это употреблять но скажите пожалуйста у вас дома и с такая пельменица а еще очень прикольная вещь который из россии у нас мексики нет вот такие подносы для овы понятно у нас погода подаврие поэтому нам не нужен а вы знаете что в принципе в мексике все люди ходят внутри дома или квартиры с сапогами и обувью мы не заменяем обувь поэтому мы не привыкли и это очень классно потому что когда сима в принципе поставишь обуви но будет прекрасно знаете для чего это поэтому я думаю было бы круто чтобы дома было все чисто как у нас нет снега наверное не такой необходимость но я признаюсь что сейчас когда я в мексике я меня обувь чтобы не ходить с грязными обуви внутри дома и ребята я сейчас я хожу и смотрите какой красивый пакет вы конечно даже здесь есть целиком смотрите я не знаю мне кажется не кстати в россии тоже такая очень интересная тема как продает и как храняют пакеты когда вы на рынке здесь наверно в этом магазине не продают но я помню как продают пакет из дорогих масс магазинах как типа шанель или сумма пакеты и мне очень интересно что люди покупают просто пустой пакет из фирменный магазин и и вот я в восторге правда мехику возьмем нет а может вам кажется бежно но может одна штука который не продает в мексике это как раз пакетики в мексике как можно купить в россии всего со 15 нет 11 рублей берите ребята и дорогие друзья не забудьте подписываться на мой канал если вам понравилось я буду очень рад если вы мне поставить лайк или вы можете поделиться на ваш соц сети и мою работу и тоже я планирую делать второй час поэтому скажите если вам будет интересно что я готовил еще второй час может быть а еде что можно найти супермаркете в россии который вообще мексике у нас нет или еще другие интересные товары которые можно найти только в россии пока берегите себя